В Южной Битце мы хотели расторгнуть договор долевого участия, поскольку сам участвовал в суде по одному из таких споров. А сейчас я вам покажу, как автомобили стоят здесь прямо на проезжей части. Ну что ж, остался еще один месяц и, как обещал застройщик, квартиры. Вообще перспективы, дело о расторжении с застройщиком договоров долевого участия. Войти пока, соответственно, конечно же не получится. Значит, кодовый вариант входа. Застройщик обещал, когда продавали квартиры, обещали построить здесь станцию МЦД. Все, мы потихонечку выезжаем. Вот эти, конечно, безумные линии электропередач, посмотрите. Это очень хорошо, что в современных ЖК стали продумывать всем привет. Приехал я сейчас в Южную Битцу, ДСК-1. Скоро, собственно, финал стройки, которая началась в 2021 году. Я сейчас нахожусь рядом с 12-м корпусом. Соответственно, здесь подземный паркинг. На территорию пока у меня пройти не получается, потому что тут ворота закрыты. Но, как видно, территория уже фактически готова. Вот такая вот входная группа здесь. Ну, как видно, территория уже практически готова. И вовсю готовится сдача. Сегодня у нас 2 июня. Дом обещают сдать в конце этого месяца. В конце июня 2024 года. Вот, пойду прогуляюсь вокруг, посмотрю. Вот здесь вот на дороге видно разметки есть для инвалидов. Достаточно много их. Вот так вот выглядит дом. Специальные боксы для кондиционеров в каждой квартире есть. Мне даже интересно. Давайте попробуем войти сейчас. Вот входная группа. Не знаю, получится ли, не получится тут вообще попасть. Нет, закрыто. Войти не получается. Ну, я вижу, там вот охранник на той территории сидит. Соответственно, сейчас он подойдет. Мы там и зададим ему вопросы. Так, ну все. В общем, вот я зашел. Сейчас пообщались вот с охранником. Охранник сказал, что пока еще на территорию попасть нельзя. Поскольку идут ремонтные и отделочные работы. Вот. Напомню, что квартиры здесь сдаются полностью с отделкой. Поэтому еще требуется время для того, чтобы все-таки этот процесс завершить. Так, ну а мы с вами пойдем погуляем на обратную сторону дома. Посмотрим. Так, давайте посмотрим, здесь какой-то овраг есть. То есть уже видно, работы сделаны по отсыпке. Вот там газон, здесь щебень. Что там в овраге, я, честно говоря, не знаю. Ботаническая улица. Вот, ну как видим, впереди такие там трубы стоят мощные. Значит, дольщики, у которых выходят окна на эту сторону, это не самая лучшая картина. Тут еще такой большой лэп проходит. Тут уже и деревья, и газончик. Вот. И здесь вот у нас прям огромная такая парковка. Вот тут уже плиточка все уложена. В общем, так неплохо все смотрится. Здесь, значит, вот прям за домом огромная такая парковка. И лэп, лэп тоже. Вот. А здесь вот прям с торца дома такой большой овраг. Я, честно говоря, не знаю, что там в этом овраге. Вот. Все уже так щебенем осыпались здесь. Неплохо. Вот. Ну, кроме мусора, там пока больше ничего не вижу. Вот, собственно, такая вот картинка. А, здесь этот МЦД, электричка едет. Вот, здесь электричка. Застройщик обещал, когда продавали квартиры, обещали построить здесь станцию МЦД. В близости, значит, ЖК Южная Бица. Так, ну вот у нас получается крайний корпус 12-й. Паркинг. Ну, достаточно большой. Ну, здесь большая территория паркинга. Здесь встанет очень много машин, поскольку вот я сейчас ехал и видел, что машины стоят, в принципе, люди везде. Даже двойная сплошная разделительная и стоят автомобили. Чуть попозже мы доедем, я вам покажу. Ну, что ж, остался еще один месяц. И, как обещал застройщик, квартиры в 12-м корпусе должны будут сдаваться. Ну, соответственно, я приеду сюда принимать квартиру и все, обязательно покажу. Кто знает, ЖК Южная Бица в лице компании ДСК-1. В общем, в 2021 году они продали здесь очень много квартиры. И все риэлторы в Москве об этом говорят. Ситуация была следующая. У них была акция, вот, купи сейчас, плати потом. С выгодой хорошей люди вносили там 10-15%. Причем были истории такие, я слышал, поскольку сам участвовал в суде по одному из таких споров в Южной Бице. Мы хотели расторгнуть договор долевого участия. Вот, ну, у меня будет отдельный ролик на канале, я обязательно об этом расскажу. Ситуация была следующая. Что когда люди приезжали сюда покупать квартиры под акцию, купи сейчас, плати потом, уезжали с покупкой не одной квартиры, а нескольких. Кто-то покупал две, кто-то покупал три квартиры. Представляете, как многие люди попали, потому что их заманили сюда. После этого многие дольщики, соответственно, пошли оспаривать договор долевого участия с надеждой вернуть денежные средства. Мещанский районный суд, по-моему, если не ошибаюсь, они выносили решение, соответственно, о взыскании полной суммы договора долевого участия, плюсы неустойки и сдержки, которые, значит, возникли в ходе судебного разбирательства. Вот, я думаю, сделаю отдельный ролик, чтобы вы все посмотрели, изучили. Считаю, что многим это будет полезно, потому что я сам все прошел с этим ЖК от начала покупки квартиры, соответственно, с судебным разбирательством, потом и в апелляцию ходили. В общем, ото мне есть, что вам рассказать. Я думаю, что будет многим интересно послушать вообще перспективы дела о расторжении с застройщиком договоров долевого участия. Так, а вот сейчас я камеру разверну, и вот там вот, видите, вот МЦД, железная дорога проходит. Кстати говоря, я отсюда уже вижу, что в некоторых квартирах горит свет. Вот, делаю вывод, что большая часть ремонтов работ уже, в принципе, выполнена. Поэтому, если застройщик все сдаст вовремя, для дольщиков это будет огромное счастье. Так, ну а мы с вами сейчас пойдем дальше прогуляемся. А мы с вами заканчиваем обход 12-го корпуса. Что-то делают, что-то строят. Ну, по крайней мере, можно уже подойти к самому дому. Ну, близко, это тоже очень хорошо. Значит, все идет вовремя, по срокам. Здесь у нас и велосипедная дорожка предусмотрена. Это очень хорошо, что в современных ЖК стали продумывать отдельно дорожки для велосипедов, самокатов и для пешеходов. Это можно только поприветствовать, это здорово. Ну, конечно, сразу устанавливают знаки, работает эвакуатор. Так, ну, мы немножко с другой стороны подошли. Тоже здесь вот войти пока, соответственно, конечно же не получится. Тоже входная группа предусмотрена. Вариант входа на территорию. Территория, конечно, уже полностью готова. Благоустроена. И детская площадка уже есть такая небольшая. И такой вот симпатичный забор, который окружает территорию одного из корпусов. Сейчас вот мы тут камеру просунем. Попробуем посмотреть. Ну, как видно, прошли вокруг дома. Тут вот третья по счету, калиточка. Вот здесь четвертая. Кодовый вариант входа и калиточка. Ну, как видно, это вот велосипедная дорожка. То есть здесь, наверное, будут въезжать велосипедисты. Везде есть разметки, что примечательно. Очень здорово. Наверное, будет какая-то отдельная парковка для велосипедов, скорее всего. Вот я вижу, там есть вариант парковки велосипедов. Здесь, наверное, их, скорее всего, не украдут. За такими заборами дополнительно пристегнуть противоугонным устройством. И, собственно, можно оставлять прямо на улице. Все будет в достаточной безопасности. Так, ну, собственно, друзья, мы сделали с вами небольшой обзор о территории жилого комплекса Южная Бица, который вовсю готовится к сдаче. Сдача планируется 30 июня 2024 года. Остался один месяц. Все, мы потихонечку выезжаем. Вот эти, конечно, безумные линии электропередач, посмотрите, они прям это, прям пугают. Собственно, в зданных домах люди машины паркуют уже вот так, на пешеходном переходе. А с парковочными местами здесь, конечно, будет сложно. А сейчас я вам покажу, как автомобили стоят здесь, прям на проезжей части, на двух сплошных. Тоже, конечно, смотрится очень интересно. Вот впереди машина стоит. Прям на двойной сплошной. У нас по-другому стоять здесь просто, наверное, невозможно. Смотрите, это раз машина, две сплошные. Вот вторая машина, две сплошные. Сегодня воскресенье, утро, уже многие уехали. Я думаю, что в будний день обычно здесь, конечно, все заставлено вот так вот.